МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите губернанские новости. В студии Павел Рыжиков. Коротко о главном Воронеже и области. Вместо несанкционированной свалки, чистое поле, там, куда годами свозили мусор со всего Воронежа, теперь не соринки. Как завершается технологический этап рекультивации площадки на улице Землячки, показали депутату Госдумы Александру Когану. Именно он курирует в Нижней палате Российского парламента вопросы экологии, природных ресурсов и окружающей среды. По словам народного избранника, в рамках нацпроекта «Экология» подобным способом в стране уже избавились от почти двухсот несанкционированных свалок, в том числе трех в Воронежской области, в самой столице Черноземья, а также в Рателе и Панино. На очереди Рамонь. К слову, работы на улице Землячки депутат оценил на отлично. Единственный минус – погодные условия. Аномальная жара не дала взойти посеянной здесь траве. Зато нет вредных выбросов и опасного свалочного яда. Это установила экспертиза. Весь мусор, который раньше возвышался на Землячке, метровыми горами, подрядчик за полтора года переработал и захоронил на глубину 9 метров. От соприкосновения с почвой отходы предварительно изолировали плотным геосинтетическим материалом, а сверху насыпали толстый слой чернозема. Теперь о гигантской свалке напоминает лишь торчащие землетрубы, они же скважины. Сделаны отверстия для выхода газов, которые образуются в процессе биологического разложения отходов. На очереди следующий этап – масштабное озеленение территории. После этого земля будет полностью пригодна для дальнейшего использования. В этом году уже будет произведена посадка деревьев, посадка кустарников и, по сути, через несколько лет это большое достаточно пространство, оно ничем не будет отличаться от других газонов, скверов и может быть использовано уже вновь как полноценное общественное пространство. Это тоже можно использовать потом как архитектурные всевозможные вещи. В том числе для каких-то развлечений. Если ликвидировано, полностью негативное воздействие. Вот здесь я вижу ликвидировано. А значит, по сути, уже эту землю можно будет использовать пока с точки зрения благоустройства. Далее, к проистечению определенного времени, этот земельный участок уже можно будет использовать с точки зрения строительства каких-то сооружений, объектов, промышленных земельных участков, то есть промышленных зданий и сооружений. Вместо пляжа – строительный мусор. Вместо чистого водоема – горы песка. Жители микрорайона Подгорное жалуются на стройку вокруг памятника природы областного значения – озеро Круглое. Почему происходящее называют экологическим скандалом? И какие последствия могут быть, если на этом месте коттеджи все-таки возведут? Вот выясняла Мария Сивак. Чего тут только нет. Колеса, сантехника, старые трубы, ну и, конечно, кирпичи. Если сейчас пройти вдоль пляжа и начать потихоньку собирать стройматериалы, то из такого количества можно возвести себе дом, ну или хотя бы дачу. Этот грунт в перемешку с мусором грузовики привезли сюда всего за несколько месяцев. Жители микрорайона Подгорное уверены, здесь делают площадку под строительство коттеджей. И все это буквально в нескольких метрах от памятника природы областного значения – озеро Круглое. Я, да, пообщалась с водителями, кто привозит сюда. Они имен не называют, организацию не называют, откуда возят. Нам сказали, и все. Мы, говорят, люди маленькие, мы просто работаем. Наше озеро сейчас в плачевном состоянии. Мы очень переживаем, конечно, плачем. Мы сюда ходили, сами молодые купались. Детям будет нечего оставить. Всего за несколько лет берег озера изменился до неузнаваемости, говорят местные. Сегодня он больше напоминает помойку. Да и сама вода теперь оставляет желать лучшего. Некоторые заметили какой-то белый порошок, который вместе с вываленным из камазов грунтом попал в озеро. Обращались в Минприроды, Росприроднадзор. Просили взять пробы, установить, что это за белый порошок. То есть каждый день камазы с мусором всыпают мусор. Засыпают родники. То есть при уничтожении родников озеро будет уничтожено. Раньше мы ходили на рыбалку. То есть мы не знали, что такое дон, что-то остальное. Всегда здесь было много рыбы. А в последнее время вот они засыпают. Вот получается, не знаю, что они сыпят. Иногда плывет по воде пена желтого цвета с запахом аммиака. То есть рыба тоже, она вроде живая, но кверху брюхом плавает и все. Проблема с рыбой – еще полбеды, возмущаются местные. Настоящий экологический скандал связан с деревьями, которые росли рядом с пляжем. Большую часть из них просто засыпали тоннами земли. Уцелели лишь несколько березок. Но и они наполовину в песке торчат одни макушки. Впрочем, такая картина ненадолго. Завтра опять приедут большегрузы. И дело с концом. Просто вот засыпается и все. После дождя это все смывается в озеро. Здесь росли краснокнижные растения. В самом озере лилии, кувшинки, лотосы росли, утки, аисты. Раньше, как говорят соседи, здесь был удобный и оборудованный пляж Ребячий. Теперь греться на солнышке по соседству. С мусором мало кому доставляет удовольствие. Кроме того, к озеру сейчас ведет крутой склон и дойти до водоема целым и невредимым задача со звездочкой. Местные говорят, они не раз обращались во всевозможные инстанции с просьбой остановить стройку. Однако все безрезультатно. Дело в том, что территория частная. И максимум, что могут сделать власти – выписать штраф. В настоящий момент мы плотно взаимодействуем с полицией, выезжаем на место, проводим рейдовые мероприятия, выявляем непосредственно физических лиц, которые осуществляют размещение строительных грунтов, ну и перемешку с отходом. Нельзя сказать, что там чисто отходы размещаются. В первую очередь, это строительные грунты. Выявляем данных физических лиц с целью привлечения к административной ответственности. Ущерб от того, что куча земли и песка попали на территорию природного памятника составил порядка шести миллионов рублей. Компенсировать его власти предполагают за счет собственника участка, примыкающего к озеру. Тем не менее, стройка все равно может продолжаться. Запретить частнику возводить дома на его собственной земле чиновники права не имеют. А вот предупредить потенциальных покупателей могут. Идея строить коттеджи на таком грунте плохая. Хочу предупредить потенциальных покупателей участков, а они будут перепроданы, эти участки, собственникам. Скажем так, это очевидный факт. Я хочу предупредить всех покупателей, что уплотнение грунта там не проводится. И при первых же обильных осадках этот грунт может поплыть вместе со строением, которое возведут на этом участке. И отсутствие уплотнения грунта как раз и подтвердило нашу экспертизу. Я хочу это сказать во всеуслышание, чтобы это узнали все. Ну а сами местные жители сидеть сложа руки и ждать, когда же развернется масштабная стройка коттеджей, не хотят. Поэтому в ближайшее время собираются подавать коллективное заявление в прокуратуру. Настрой, судя по всему, боевой. «Оставьте наше озеро! Оставьте наше озеро! Оставьте наше озеро!» Школьные тетрадки, развивающие игры, книги, спорт, инвентарь, а также средства ухода за ранеными и лекарства для тяжелобольных местных жителей. Все это очередная партия гуманитарного груза, которую собрала и отправила в Северодонецк, Воронежская городская дума. Для школы номер 9 Северодонецка депутаты из столицы Черноземья в этот раз также передали оборудование в медицинский кабинет, государственную символику для классов, наборы детского творчества и даже глобусы. А в местный храм иконы Божьей Матери у Миления из Воронежа доставлены медикаменты, 10 комплектов постельного белья сестра Милосердия, риза для священника и церковная утварь. Кстати, со сбором той части груза, которая связана со здравоохранением, активно помогала медицинское сообщество столицы Черноземья. А сопровождала гуманитарный транспорт главврач 3-й городской поликлиники, депутат Воронежской гордумы Юлия Попова. В этот раз мы везем канцелярские товары, государственная атрибутика, много нужного для детей. Там учебники, развивающие игры, мячи от городской думы. Ну, еще что-то необходимые сканцы товаров, там разные. Также это медицинские учреждения, специализированное оборудование, то, что медикаменты всякие, которые на самом деле помогают, а в некоторых ситуациях реально спасают людей. Вот. Все это мы везем. Все это есть, конечно же, но то, что мы предоставляем, оно далеко не лишнее, мягко говоря. Чудеса соседской взаимовыручки. Вот уже полтора года демонстрируют жители дома номер 19 по улице Маршала Одинцова. Те, у кого квартиры на нижних этажах, делятся водой с теми, кто обитает на верхних. Все дело в том, что напора для всей 12-ти этажки не хватает. Найти ответственного за коммунальную засуху не могут. Участники этой истории, по словам местных, перекладывают вино, а заодно и решение вопроса друг на друга. Анна Медведева продолжит. Вода есть, ее не может не быть. И все бы хорошо, если не учитывать, что жители Одинцова-19 вынуждены набирать ее из крана, подающего воду в дом, то есть рядом с подъездом у подвала. И несут ее кто на 8-й, кто на 12-й этаже. Плюс соседи снизу, у которых краны не сухие, бывает, пускают тех, кто живет выше, к себе. Чтобы пенсионерам, а здесь их немало, тащить тяжелые емкости было не так далеко. Вниз спускаемся с ведрами, с баклажками и набираем воду, чтобы было для каких-то человеческих элементарных и поднимаем на лифте. Каждый вечер вода холодная просто перестает идти с крана, чтобы помыть посуду элементарно, сходить в туалеты. Вот муж приходит с работы. Воды нет. Иногда даже горячая идет с двух крана. Засуха на Одинцово-19, рассказывают, длится уже полтора года. С тех пор, как по соседству с домом ввели в строй новый жилой комплекс. Давления в водопроводных трубах хватает максимум до пятого этажа. В квартирах выше краны сухие. Причем, когда приезжает очередная проверка, напор волшебным образом появляется. Правда, ненадолго. Что характерно, кипяток есть почти всегда. Но это не спасает. Чтобы помыться, ждут, пока он остынет. Пользоваться бытовой техникой при этом возможности нет. Горячей воды очень много. А, и то сейчас еле-еле уже напор. Это вот горячая вода идет. Холодная, ее нету. Два месяца подряд приходило по 8 тысяч за горячую воду. Постоянные тазики, баклашечки. Постоянные вот непонятно, что делать, когда приходишь с работы детей купать. Жара. Воды нету. Постоянные вот эти вот баклашки таскаешь с водой. С маленькими детьми просто вечером покупать просто невозможно. Туалет постоянно, то же самое. Опять же, баклашки, баклашки, баклашки смываешь. Опять же, сами понимаете, тепло, жара. Запах тоже дает о себе знать. Про кухню, извините, басудомощная есть, но и пользоваться и нельзя. Потому что невозможно. Опять же, как получается иногда, особенно как проверки приезжают, стиральную машинку запустил, то, что гору постирал, и тогда хорошо. Елена приехала в Воронеж из другого города. Купила квартиру в 19-м доме по улице Маршала Одинцова, не зная о ситуации с водой. И что вообще такое коммунальное бедствие может существовать в природе. Получилось, что жилье вроде есть, а жизни нет. Два месяца я не могу сюда заехать. Ну, потому что невозможно сделать ремонт. Это просто вот то, что осталось. Квартира в таком виде. Здесь невозможно сделать ремонт. Мне пришли мастера, отключали горячую воду. Они сказали, мы ничего не будем делать. Не дай бог искра. Пожар. Они собрали оборудование и ушли. Ну, не могу вот там прибраться, банально помыть все это, потому что кипятки мыть это невозможно. Течет только кипяток. Ну, квартира выкуплена в ипотеку. Продать ее достаточно проблематично. Плюс сейчас, ну, как бы не для этого ее приобретала. И как я ее буду продавать? Мне не позволится здесь продать и сказать, что здесь все хорошо. Здесь нехорошо. Вряд ли кто-то найдется из покупателей на такую квартиру. О том, что в доме нехорошо с водой, уверяют местные, знают во всех возможных инстанциях. Переписку с ними жители ведут не первый год. Но управляющая компания с говорящим названием «Стабильность» на контакт не идет. Ни письменно, ни устно. В водоканале, по словам соседей, им предложили скинуться на повысительный насос. При этом его установка и обслуживание тоже должны лечь на плечи собственников квадратных метров. Учитывая, что значительная часть жителей – пенсионеры, такая роскошь им явно не по карману. Да и решит ли это проблему, тоже непонятно. Чтобы дать истории хоть какой-то ход, люди обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта. На наш взгляд решение вопроса очевидно. Это масштабная реконструкция сети трубопроводов водопроводных в городе Воронеже. А строительство и открытие новых водозаборов без масштабной реконструкции проблемы это не решит. В районе этого дома идет масштабная застройка. Строятся большие многоэтажки. Потребление воды растет в геометрической прогрессии. Естественно, через имеющийся диаметр трубы нормальный объем проходить просто физически не может. Поэтому реконструкция такая необходима. Масштабная для всего города системная реконструкция трубопровода. Мы обратились в РВК города Воронежа, в администрацию города Воронежа с просьбой дать пояснение и помочь людям решить вопрос с водоснабжением. А пока жители многоэтажки на Одинцовой, 19 ожидают пусть не решения, а хотя бы внимания к проблеме с напором на верхних этажах, рассказывают о других напастях. К примеру, о мусорных контейнерах, куда несут отходы со всего района, а убирают весьма нерегулярно. Крысы, жалуются люди, стали им уже полноценными соседями. Так что работы для управляющей компании, если она все же начнет выполнять свои обязательства перед собственниками квартир в этом доме, предостаточно. Первый отраслевой Воронежа на базе политехнического техникума на улице Ворошилова, 18 открылся центр, опережающий профессиональной подготовки. От своего собрата, расположенного на Ленинградской 33, он отличается узкой специализацией. Обучать здесь будут по направлению промышленные и инженерные технологии, обеспечивая кадрами одну из ведущих отраслей региона – машиностроение. Создать отдельную площадку подготовки специалистов для предприятий области от сельскохозяйственных до тех, которые занимаются ракетостроением, заставил дефицит рабочих рук, говорит руководство центра. Теперь будущих инженеров, токарей и фрезеровщиков будут учить на базе политехнического техникума. Сколько по времени, несколько месяцев или 3-4 года, зависит от конкретного курса. Преимущество центра в тесном взаимодействии студентов и потенциальных работодателей для гарантированного трудоустройства будущих выпускников. Так, прямо на торжественном открытии были подписаны соглашения о сотрудничестве, в частности, с КБХА и Конструкторским бюро мотостроения. Запрос на будущих специалистов предприятия формируют сами, а центр готовит кадры уже под конкретные требования. Заниматься будут и профориентацией школьников, а заодно и популяризацией рабочих специальностей. После открытия центров опережающей профессиональной подготовки у нас возросло количество обучающихся по направлениям техническим именно. Причем это не просто обучающихся системой среднепрофессионального образования. Это в том числе возрос и процент поступающих абитуриентов в ВУЗы именно на технические специальности. И во многом это все благодаря профориентационной работе, которую проводит центр опережающей профессиональной подготовки. Это обязательно идет в контакте с работодателем, потому что у нас есть еще возможность помимо сетевого взаимодействия целевое направление. То есть в конце, грубо говоря, третьего, четвертого курса мы сможем подписать целевое направление и подготовить уже на место. Многие ребята у нас так и делают. Они отучились, они прошли практику, они знают производство от и до, они квалифицированные специалисты и уходят у нас уже на предприятие. опеки управы Коминтерновского района. За несколько занятий педагогу-фотографу Анне Вакуриной нужно было научить подростков тонкостям фотодела. От устройства аппарата до особенностей построения композиции в тех или иных условиях. Теперь у каждого слушателя есть диплом об окончании фотошколы. Кто на фотиках, кто на телефонах, то есть всех везде научили, везде эти настройки нашли и дети вообще отлично справились с этим. Я думаю, что им приходится это в жизни однозначно, потому что многие собираются поступать потом на журфак, в ЭГУ, связывать свою жизнь с фотографией. Даже те, кто не собирается связывать свою жизнь с фотографией, фотография – это уникальная возможность, чтобы знакомиться с людьми, делать фотосъемки. Участвую я в фотошколе первый раз. Решил попробовать себя в чем-то новом. Тем более мне это пригодится для моей будущей профессии. Я хочу стать военным корреспондентом. Самое сложное, наверное, было повторять композиции, когда нужно было сделать композицию точь-в-точь. Это было для меня что-то новое и что-то пока еще неизведанное, поэтому у меня сначала это не получилось. Но мне помогли и получилось довольно-таки классное фото. Благотворительная фотошкола «Вспышка» – это часть большого проекта управы Коментаровского района. Называется он «Чужих детей не бывает» и уже свыше 10 лет помогает ребятам, оказавшимся в непростых жизненных ситуациях. Учить делать красивые фотографии начали в прошлом году, так что нынешний выпуск уже второй. Программа каждый раз новая, как и педагог. На этот раз ставку сделали на выездные занятия. Ребята посещали музеи, графский заповедник, путешествовали по Воронежскому водохранилищу. Разумеется, по ходу практиковались фотографии. Такие мастер-классы на открытом воздухе, говорят организаторы благотворительного проекта, вряд ли стали бы возможны без поддержки. Так что школа «Вспышка» с каждым годом прирастает не только учениками, но и многочисленными друзьями. С нашим проектом сотрудничает депутатский корпус, это обычно депутаты городской думы. В начале проекта принимали участие общественная палата городского округа города Воронеж. Это, конечно же, общественные организации нашего города и неравнодушные граждане, гражданское общество в целом. Работы обычно где-то месяц у нас остаются в управе района. И выставка пользуется большой популярностью, просит показать, интересно. И, кстати, хочется отметить, что в проекте хотят принимать участие взрослые. Но мы на сегодняшний день разрешаем им бывать на наших занятиях в качестве вольных слушателей. Воронежский «Буран» к старту нового сезона готов. Уже завтра наша команда проведет первую игру чемпионата страны. А именно такой статус теперь носит всероссийский хоккейная лига. О подготовке ураганных к турниру на традиционной предсезонной пресс-конференции рассказали генеральный директор «Бурана» Игорь Провольнев, новый главный тренер команды Алексей Медведев и капитан ураганных Даниил Ердаков. Этот хоккеист – лучший бомбардир, снайпер и ассистент в истории ВХЛ. Он провел уже 725 матчей в лиге, в которых забросил 214 шайб и отдал партнерам 317 голевых передач. По сравнению с прошлым сезоном воронежская команда очень серьезно обновилась. Ее ряды наравне с опытными игроками пополнили и перспективные молодые хоккеисты. К тому же в Воронеж вернулось несколько воспитанников школы «Бурана». А вот вратарская линия изменений не претерпела. Остались в клубе и Дмитрий Шаров и Никита Лысенков. На пресс-конференции все сошлись во мнении – новый сезон ВХЛ будет интереснее предыдущего и уж точно длиннее. В турнире впервые примут участие сразу 33 команды из 26 регионов. Таким образом, всего в регулярном чемпионате хоккеисты проведут по 64 матча в самых разных уголках страны. В самолетах, поездах и автобусах командам предстоит проводить теперь еще больше времени. Но для игроков чем еще чаще матчи, тем интереснее. Хоккеисты уже ждут первых официальных игр сезона, уверены, что смогут решить задачу, поставленную перед командой. В прошлом году нам удалось снять черную метку, которая была в Воронеже на протяжении 7-8 лет. Вошли в плей-офф, пошумели. Но основная задача, которая стояла перед губернатором, перед правительством Воронежской области, лично передо мной, как перед директором, это вернуть болельщиков на трибуну. Что, собственно говоря, нам удалось. Она же сохраняется. Я хочу, чтобы дворец спорта юбилейный заполнил максимально. А это будет вытекать лишь только из следствия того, какой результат мы будем давать. Ну и, соответственно, мы переходим плавно как раз-таки к результату. Не хуже, чем в прошлом году. Это точно. Команда дружная, боевая. То есть все как-то сконнектились друг с другом. Благодаря непростому и нелегкому тренировочному процессу. Команда формируется же через трудности, проходя через тяжелые тренировки. Так что считаю, что мы готовы дать бой и плодотворно подготовились к сезону. Практически весь сентябрь воронежские хоккеисты будут играть на домашнем льду. Шесть матчей подряд Буран проведет под сводами юбилейного. В первой игре сезона соперником ураганных станет Ростов, а в воскресенье в Воронеж приедет Тамбов. Все домашние матчи нашей команды в чемпионате страны вновь будут показаны в прямом эфире на канале ТВ Губерния. И на сегодня это вся основная информация. Оперативные новости есть на нашем интернет-канале ТВ Губерния. Будьте в курсе событий. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.